Как писал классик, унылая пора, а чье очарование. После длительной, фактически четырехмесячной устойчивой жары, резкое похолодание в Самаре уже в середине сентября воспринимается как коварство самой природы. Обычно именно в это время наступает бабье лето, но в этот раз что-то явно пошло не по плану. Вместо теплого солнца затяжные дожди. До конца сентября бабьего лето не ожидается. С районов Черного моря начнет поступать более теплая и влажная воздушная масса. И при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области ожидаются дожди различной интенсивности. К концу рабочей недели влияние южного циклона начнет ослабевать и интенсивность осадков уменьшится. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от 5 до 10 градусов. Днем не выше плюс 17. Так в этом году распределились воздушные массы, объясняют синоптики. Чтобы наступило бабье лето, нужен приход азорского антициклона. Он формируется в районе Атлантики, и доходит до Самары примерно к середине сентября. Но на этот раз либо задерживается, либо проходит мимо. Насколько аномально для России сначала жаркое длительное пожароопасное лето, а теперь резко холодное сентябрь, объясняют экологи. Изменение климата происходит, но происходит относительно небыстро. То есть простой человек, не обладая статистической информацией, заметить этого пока не может. 2021 год был менее жарким, чем 2010. В нем было большее количество осадков. Он не квалифицировался как засуха, даже как какие-то экстремальные погодные явления. Ну просто эмоционально людям показалось, что жара пришлась на август. Так распределилась температура всего года, говорят эксперты. К тому же жителям по Волжье с погодой и максимально повезло. Ведь в центральной части России летом были и ливни, и холод, и даже ураганы, а в Южной – потопы. В Москве, кстати, фиксируют самый холодный сентябрь чуть ли не за сто лет. А для Самары установившаяся температура воздуха является вполне стандартной. Светлана Кудрявцева, Гульфей Асафина, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.